Когда я проверяю микрофон дома, когда они настраивают звук, громкость выводят и все такое, я всегда показываю, насколько хорошо я знаю все книги Нового Завета. Перечисляю их. В начале каждого своего собрания я делаю следующее. Я связываю всякого беса, который пришел сюда подслушивать, подглядывать и записывать. И я запрещаю всякому, кто может выходить из своего тела, то есть находиться в одном месте, а его дух в другом месте. И это могут те люди, которые очень сильно погрязли в колдовстве, которые связаны какими-то клятвами колдуней и ведьм. Они способны на такое. Духовный мир работает так, как работает армия. У них есть свои начальники, военачальники. Кто из вас знает, что мы находимся в войне, в состоянии войны? Мы находимся в духовной битве. Мы сражаемся. На войне обычно есть шпионы. И этих шпионов отправляют для того, чтобы узнать планы врага. Дух Святой — это такой супершпион. И он может сказать нам все, что запланировал сатана еще до того, как он это исполнит. И мы можем все это остановить. И причина, по которой я связываю всякого беса, который пришел подсматривать, подслушивать и записывать, заключается в том, чтобы у них не было возможности увидеть, что делает народ Божий, чтобы они потом не пошли и не рассказали своим начальникам. Если они не знают, что происходит, то они не смогут это остановить. Аминь? Мы — армия Божия, да? Я хочу, чтобы все солдаты сейчас были внимательны. Давайте все встанем. Я хочу, чтобы вы вместе со мной сказали, как мы это делали вчера. Мы — народ Божий. Призываем кровь Христа на пол и на потолок. Призываем кровь Христа на пол и на потолок. На все стены, окна и двери. На все стены, окна и двери. Мы связываем всякого беса, который пришел подслушивать и подсматривать. Мы связываем всякого беса, который пришел подслушивать и подсматривать. Всякого, кто пришел, чтобы делать записи. Всякого, кто пришел, чтобы делать записи. Мы отменяем твое бесовское задание. Мы связываем и предаем тебя на суд Божий и отправляем в бездну. Мы запрещаем всякому, кто может, оставив тело, находиться здесь в Духе. Мы запрещаем всякому, кто может, оставив тело, находиться здесь в Духе. Аминь! Аминь! Теперь я хочу сказать Богу... Хорошо, вы уже сделали. Спасибо, Господи! Вы можете присаживаться. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. У нас утро прошло в делах, в служении. И были люди, которые сегодня утром получили исцеление и освобождение. Аллилуйя! Кто из вас вчера здесь был вечером, когда... Вот это да. Это было сильно. И нам всегда нужно молиться за тех людей, кто получает исцеление и освобождение. Эти люди должны научиться ходить в своей свободе, которую они получили. Им нужно научиться ходить в истине, вместо той боли и обмана, в котором они жили всю свою жизнь. И вчера немножечко я говорила о своей маленькой такой украинской семье. Помните, что представляет эта матрешка? Все кивают. Вы здесь собрались для того, чтобы научиться экзорцизму. А большая часть работы экзорцизма — это исцеление. Вчера мы говорили о том, как бесы попадают, проникают в жизнь человека. И когда они проникают в жизнь человека, в душу человека, они причиняют огромный ущерб и большую боль. И обычно бесы проникают в жизнь человека не потому, что этот человек что-то сам сделал зачастую, а что-то сделали против него. Вчера мы говорили о разных видах насилия, и я вам говорила, что в Америке средний возраст, когда ребенок подвергается сексуальному насилию, записано это 18 месяцев. Ребенок, которому полтора года. И на самом деле это происходит еще до того, как человек что-то помнит. То есть в этом возрасте он мало что помнит. Если это происходит, бес входит в жизнь этого ребенка. Жертва получает беса в свою жизнь. Никто не знает, что произошло. Может быть, это все скрыто и полностью покрыто тайной. И из-за того, что произошло, ребенок растет, и он не знает, что у него в нем живет бес. Это может быть бес разврата или похоти. Другие различные бесы — это гнев или страх. Ребенок становится подростком. И, возможно, они становятся очень неразборчивы в своих связях. И все говорят, какой ужасный ребенок. Но никто не знает, что это произошло. Все началось с того, что однажды этот ребенок был подвергнут сексуальному насилию. И частью нашей работы входит, в нашу работу также входит найти ту часть души, которая пережила боль. И это может быть разный возраст. Вот этот маленький матрешечка может представлять ребенка еще во чреве матери. Сегодня мы встречались с человеком и узнали, что бес проник в этого ребенка, еще когда он был младенец во чреве матери. Младенец был не виноват. То есть он родился с этим бесом. И он был передан по линии матери. И вот за эти несколько дней, сколько мы встречались с людьми, мы увидели, что многие люди не уверены в своем спасении. Они не уверены в своих отношениях с Богом. И один из причин, который они всегда отвечают в кондемнацию, в правильной вилле, чувствуют, что они не могут быть службеем Богом, это, что они не понимают, как мы родились снова, и как в нашем жизни должно быть. И таким образом они попадают под осуждение, у них появляется лжевина, и они не могут служить Богу в полноте. И они не понимают, что значит быть рожденным свыше. Они до конца не понимают этого. Те из вас, кто записывают, я хочу, чтобы вы взяли отдельный листочек, ну, или перевернули страницу и на новом листе нарисовали большой круг. И разделите этот круг на три части. Держи. А, есть доска? Держи. Держи. Выдёца. Держи. Они у назад. Редакоролог. Продолжение следует. Да! Какого displaying? Какого SQLусти. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Не смейтесь, я сейчас попробую круг нарисовать. Но не так плохо получилось. В первом фессалоникийцев 5.23 говорится, что мы состоим из трех частей. Мы есть дух. Субтитры сделал DimaTorzok и тело. В Иоанна 3.6 Иисус разговаривает с Никодимом. Он говорит, рожденный от Духа есть Дух. И сегодня мы бы сказали это таким образом. То, что рождено от Духа Святого, это ваш Дух. Вот это та часть, которая рождается свыше. Когда вы приходите ко Христу, принимаете Иисуса своим Спасителем. И Бог записывает ваше имя в Свою книгу жизни. Вот здесь это все и происходит. Это действие, которое мы называем духовно-законным. Происходит переход. Подтвержден законом. И духовный мир вообще действует по законам. Всегда должно быть законное основание. Римлянам 8.16 Там говорится, и Дух Божий свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Наша душа состоит из разума. То есть это то, как мы мыслим. Эмоции. То, что мы чувствуем. И все это управляется нашей волей. Римлянам 12.1 Предоставьте тела ваши в жертву живую для Бога. Римлянам 12.2 Римлянам 12.2 И не сообразуйтесь с веком Сим. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Когда вы приходите ко Христу, и вы приглашаете Иисуса в свое сердце, это происходит в один момент, мгновенно. Это уже свершилось. Вы совершили этот переход. И здесь начинаются наши отношения с Богом. Я, когда я принял спасение, спасение пришло тут же, в этот же самый момент. А вот эта часть называется командная работа. А вот эта часть душа учится жить с Богом. Как долго Сколько требуется времени, чтобы научиться жить с Богом? То есть, с самого момента, как вы пришли ко Христу, или и до того момента, как вы уйдете с этой земли, или, когда придет Иисус? И когда я учусь ходить в Боге, если я падаю, совершаю ошибку какую-то, согрешаю, меня никто не выкидывает из семьи Божьей. Я все еще являюсь дитем Божьим. Но благодаря тому, что я дитем Божьим, Слово Божие говорит, что Он наказывает меня. Мой Отец Небесный не дает мне с этим просто так уйти. И в Библии написано, если Отец не наказывает своего сына, то значит, Он не родной сын. И если мы в своей жизни не осознаем в полноте вот эту истину, полностью ее не примем для себя, то тогда мы будем постоянно подвергаться осуждению и чувству ложной вины. И неважно, через что вы проходите, через какие у вас проблемы, с чем вы сталкиваетесь во время того, как вы учитесь жить с Богом, это не влияет на ваши отношения с Богом. Вот эта часть, где как раз находятся наши воспоминания, наши эмоции, и именно здесь боль от прошлого, переживание прошлого, и именно здесь прячутся бесы. Это вот та часть, где могут прятаться разные части человека, израненные. Это может быть, например, трехлетний ребенок, который боялся, и дух страха вошел. Это может быть злой подросток, который бунтует, и он тоже может скрываться здесь. И, допустим, через это вошел дух ненависти. И принести внутреннее исцеление каждой из этих частей — это то, что будет занимать большую часть вашего служения людям в освобождении. И когда вы найдете эту часть, которая страдает, им нужно свободно иметь возможность выразить все отрицательные эмоции, которые они переживали. Если они злятся, то им нужно выразить весь этот гнев. Пусть они выражают этот гнев. Добейтесь того, чтобы этот человек действительно представил этого человека, на которого он злится, чтобы он просто увидел его. Добейтесь им свободу сказать, что они должны сказать к этому человеку, как злые они, почему они злые, и что они хотят дайте свободу этому человеку высказать все, что он думает про этого человека, высказать все свои обиды, всю свою боль вылить, и сказать, что он желает этому человеку, то есть полностью, чтобы он излил свой гнев. И потом вам нужно спросить, а Иисус живет в сердце этого человека, вот этого маленького человека? Зачастую нет Иисуса в их сердце в то время еще. И вы спрашиваете, а хочешь ли ты, чтобы Иисус пришел в твою жизнь? Обычно люди говорят, да. Иногда может быть так, что в это время уже человек принял Иисуса Христа. Но зачастую это в таком возрасте, когда человек еще не покаялся, то есть это было до покаяния. И затем вы просто говорите им, чтобы они приняли Иисуса Христа, чтобы они пригласили Его в свою жизнь, и после этого обычно все говорят, что они чувствуют мир и покой, чувствуют, что пришла любовь. И бывает даже, что люди видят Иисуса. Если они совсем маленькие, иногда Иисус просто берет их на руки, и они кладут Ему голову на плечо, и чувствуют себя в безопасности и любимыми. Если вы должны прожить с ними, чтобы спросить Иисуса если нужно, вы можете с ними помолиться, чтобы они попросили Иисуса исцелить ту боль, которая была причинена. причинена. И затем, чтобы с помощью Иисуса этот человек обратился к тому, кто обидел его, кто причинил боль. им нужно выразить словами свое прощение. То есть, они должны сказать этому человеку, что они прощают их за то, что они сделали. После этого вы просите, чтобы этот человек, ну или вот эта часть страдающая, чтобы он произнес такую молитву, что я разрушаю всякое законное право, которое получил сатана из-за того, что случилось. И если вы подозреваете, что к этому еще может быть привязано проклятие, то вы можете в этой молитве еще и разрушить проклятие. А потом вы этого маленького человека отпускаете, говорите, ты можешь идти с Иисусом в безопасное место, куда хочешь. Достаете свой меч духовный, отделяете дух от души и приказываете бесу выйти и посмотреть на вас. Подняться. вы уже видели, как я это делаю. И вы увидите, как пастор Боб это делает. И у нас очень скоро приезжает еще один человек, пастор Майк. он также движется в освобождении по той же схеме. И вот именно в этот момент вы встречаетесь лицом к лицу с бесами. Вы их мучаете, призываете суд Божий на них. Спрашиваете, есть ли у них еще законные права. Иногда у них есть еще законные права, помимо того, что вы сейчас разрушили. помните, вчера у одного из бесов было больше, чем одно право. И очень часто, даже, может быть, не по своей воле, они говорят о том, что к этому еще привязано проклятие. И затем вы узнаете, когда началось это проклятие, когда оно вошло, то есть сколько поколений назад. Кто сделал что, что это проклятие пришло в жизнь? Какова природа этого проклятия? Может быть, это проклятие, которое несет за собой сексуальную нечистоту? Или проклятие смерти? Проклятие колдовства? Проклятие немощи? Вы можете узнать очень многое. и буквально допрашивая бесов, вы можете узнать очень много о своем роде. То, о чем люди даже не подозревают. Так делает пастор Боб. Так делаю я. И он меня так научил. И пастор Майк так же сам поступает. И если вы будете следовать этой схеме, этому плану, у вас будет мощное, эффективное служение освобождения для людей. И когда эта книга появится на русском языке, я прошу вас, пожалуйста, купите себе эту книгу. А если сможете, купите еще и для всей своей семьи и подарите им на Рождество. И потому что как еще лучше можно начать Новый год, как не с разрушения проклятий. Вот пастор Дмитрий сказал, что в понедельник будут эти книги. И я хочу еще прочитать пару стихов из Библии, чтобы еще раз усилить то, о чем я говорила, об исцелении души. Я не знаю, как вы, но я очень люблю Псалом 22. Господь пастырь мой. И в 11 стихе нет, это 2 стих. У нас это 3 стих. Подкрепляет душу мою. Подкрепляет или восстанавливает в английской версии восстанавливает душу мою. Даже несмотря на то, что мы являемся частью его паствы, у нас есть раны в душу чтобы быть восстанавливadas. У нас есть раны в душе, которые нужно исцелять. You know, it says that he anoints my head with oil. Умастил елеем голову мою. There's a reason they do that. Sheep will have little flies that will crawl into their nostrils and lay eggs. when the larva hatches it just creates terrible torment on the inside of the nostrils of the sheep. И когда из этих яиц вылуплялись личинки, то они доставляли огромный дискомфорт и буквально мучили этих овец. And sometimes they will bash their heads against rocks and trees because they're trying to do something to relieve the torment of those little larva inside their nostrils. I know you've heard that term about people will come up and they'll say is something bugging you? Well, I'm not going to talk like that. Okay. I won't go there then. But what it is that they begin to engage in destructive behavior. self-destructive behavior. И овцы таким образом начинали причинять себе вред. And that's sometimes what happens to people. And that's what happens to people. When they have things like that the enemy has planted in their life when they're very small. When they're very small. У врага была возможность посеять что-то в их жизни. They don't know what it is and they don't know what to do about it. Они не знают что это и они не знают что с этим делать. и они начинают саморазрушение. Их поведение приводит к саморазрушению. And that's why God said I want you to first heal the broken hearted. I want you to first heal the broken hearted. And then set the captives and then set the captives to free. Amen. Amen. All right. We are going to start ministry now. And And Сейчас мы остановимся, и мы перейдем к практической части. Кто первый? Девушка, давайте. А, да. Сначала сфотографируемся. Нет, вы далеко не уносите. Ей же надо доставать. Библию и кресты. Ну давай, я буду... I'll hold it. И Библию еще. I guess we don't have a choice. А, okay. We can put it all. Okay. All right. That'll work? Sure. Okay. All right. You got the camera. All right. Let's get it turned on here. Now, this is something I learned from Pastor Bob, and it's helpful. Это то, чему я научилась у пастора Боба, и это действительно помогает. I've learned a lot from Pastor Bob. I've learned a lot from Pastor Bob. One more time. Done. Do we need the boys, the guys? Do we need the guys, the guys? I don't know. You don't know yet? I want a couple of guys to be ready when I need you. I want a couple of guys to be ready when I need you. На случай, если вы понадобитесь. Кто-нибудь. Хорошо? Okay. Who is going to be my note-taker today? Okay. We were talking about note-taking yesterday. 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 And I want you to know, that you did a marvelous job taking notes. You always write the name of the person, who is ministering to them. And who is ministering to them. I will tell you that we never minister alone. And we never ministered to them.